Субтитры делал DimaTorzok Брали речную глину, все это обматывали, делали структуру, форму и потом все это обжигали. Обжигали не до конца на костре, потому что если посмотреть, в глубине видно, что глина не до конца была обжжена, поэтому даже крошится там. Вот сейчас на втором будет лучше видно. Сергей, а откуда эти артефакты? Я так понимаю, ты говорил не из Эль Торо. Нет, это город Теокальтичо называется, порядка 50 километров от Эль Торо. Такая же история, тоже холм, весь раскопанный, весь в ямах. И вот на данный момент эта коллекция, так мы ее называем, коллекция Теокальтичо, находится в мире у четырех человек. Получается, я один из них. Три человека в Мексике. Доктор Фернандес, у которого самая большая коллекция, вы можете знакомиться с книгой Андрея Жукова и Олега Иллистратова. Есть эта информация. Ну и вот нам получилось, что одного из перекупщиков по интернету, по фейсбуку, достаточно дорого удалось купить. Сейчас, к сожалению, ковид, мы не можем туда поехать, самостоятельно, я думаю, что обязательно туда сделаем экспедицию. И вот удалось приобрести эти два экземпляра, которые нам удалось остроговаться с этим перекупщиком. Ну, у него достаточно много вещей. Он занимается скупкой всех этих артефактов. Также Эль Торо у него присутствует, Теокальтичо. И очень много подделок. Вот даже можете ознакомиться на сайте. Олег Иллистрат тоже выкладывал информацию, которую мы подвергаем сомнению. Ну, вот эти вот, эти два экземпляра мы считаем, что подлинные. Перед тем, как выслать из Америки данные экземпляры, в них взяли образцы на анализ. И буквально через 2-3 недели мы узнаем результат термин-эллицентного анализа одной из лабораторий. На данный момент в мире сейчас находится не более 10 штук таких. Вот, из Германии должны прийти результаты. И мы узнаем приблизительный возраст этих экземпляров. Сергей, ну я вот смотрю, я же тоже давно знаком с этой коллекцией артефактов мексиканских. А здесь совершенно другие образы и сюжеты присутствуют. Да, нас заинтересовало тем, что здесь нетипично. Если, допустим, там же Эль Торо присутствует в основном больше тип серых, скажем так, с миндалевидными глазами. То есть здесь совершенно другая какая-то иконография. Здесь есть, допустим, данный инсектоид и вот этот, будем предположить, что это рептилоид. Хотя голова у него, если вы можете посмотреть, имеет совсем какую-то форму достаточно нетипичную. То есть это вообще не похоже ни на кого. То есть, допустим, если можем предположить, что какие-то вещи были скопированы, да, с наиболее типичных соображений нутантьян, да, с миндалевидными глазами, то вот эти абсолютно не подходят ни под какие стандарты. Поэтому здесь говорить, что люди специально делали подделку на продажу, используя какие-то нетипичные формы, формы черепа в данном случае, тут очень даже подвергается большому сомнению с нашей стороны. Ну да, тут потому что уже все равно сложилось определенное представление об артефактах Эль Торо и в мексиканском вот этом палеоконтакте. И ты совершенно прав, создавать какие-то новые образы, ну это, есть шанс того, что коллекционеры просто это не возьмут, если это мы говорим о подделке, имею в виду. Да, поэтому возьмут, наверное, только те, кто действительно интересуется темой, такие как я, такие как Андрей и так далее. Ну, ждем результатов тестов. На данный момент вот то, что мы смогли сейчас посмотреть с геологом, с археологом, то есть здесь не пахнет подделкой, то есть специально это делать, ну, никакой необходимости нет на продажу. Ну, опять ты же сказал, что артефакты были целых раскололи, и ты говоришь, что делали на деревяшечках. Сами деревяшечки сохранились? Нет, нет, я думаю, что после как их изготовили, обожгли, потом деревяшки каким-то образом удалили, а артефакты, что еще доказывает, да, что они подлинные, то есть артефакт при раскопках был очень сильно поврежден. Мы здесь можем посмотреть, что здесь он склеен, здесь он склеен, здесь полностью склеено все, то есть он восстанавливался. То есть если люди делают какую-то подделку, им не зачем ее потом ломать и склеивать. Здесь совершенно очевидно, что при раскопке данный фрагмент был сильно поврежден, либо он уже найден сломанный, либо его поломали при раскопках, и его потом реставрировали. То есть некоторые, вот здесь, допустим, голова отвалилась сама, допустим, одна из ног вот здесь была уже неоднократно склеена, здесь тоже следы клея имеются, поэтому очень сложно будет. Просто почему спросил, если бы сохранилось дерево, это же уникальный был бы материал для радиоуглеродного анализа. Дерево, да, я думаю, что может быть где-то здесь... Ну это мое предположение, я не могу сказать, чем еще они могли так делать. Ну то есть, мне кажется, очевидно, как это делалось. Хотя я не специалист, это мое предположение. Можно предположить еще, что эти отверстия имеют какой-то технический характер в плане обжига. По изготовлению, конечно, конечно. Чтобы не раздувало. Ну нет, просто это, видимо, какие-то были вот, я не знаю, палочки, которые держали на одно костром. Может быть, они сгорели, но здесь должны быть следы, наверное. Ну там найти еще дырочка какая-то на правом плече, предплечье, точнее. Да, да, здесь тоже, видимо, непонятно, что... Такое ощущение, что вообще, как будто их выдували через эти отверстия. Потому что, посмотри, вот ротовое отверстие, вот какую-нибудь взять, и, например, палочку, насколько глубоко оно идет. У меня такое ощущение, что там голова полая на самом деле. Да, да, да. Вот же здесь тоже отверстие. Да, и стучит, постучи пальчиком. Да, стучит она, как будто действительно полая. А не полая, да. А то, как они обожжены были, здесь вот... С одной стороны, конечно, плохо, что они сломались, с другой стороны, мы видим, как это было изготовлено. Что здесь мы видим обжиг, а здесь просто обычная глина, она даже крошится. Вдруг там были запечатаны древние, на планетные вирусы. Ну вот мы их и не нашли. А, вирусы? Да, я думаю, что они... Сергей, когда надо с ними контактировать? Я два дня только, поэтому. Ну, мы будем наблюдать за твоим состоянием. Дайте мне, пожалуйста. Вот тот артефакт, который в сфере находится, так называемая чашка, у него тоже была отбита голова, и внутри он оказался полным. Хотел бы добавить пару слов про эту коллекцию. Вот это доктор Фернандо, это есть фотография, вы можете посмотреть на нашем сайте Старослан. То есть присутствуют в данной коллекции, на данном холме находили вещи двух типов. Это либо гуманоидные, ну так их назовем, да, в данном случае инсектовик, владелец коллекции. И второй тип находок, это летающие аппараты. Достаточно различного типа, тоже можно ознакомиться либо в книге, либо, соответственно, на нашем сайте. Вот все различные, различных форм. То есть этим отличается данная коллекция, что там присутствует два типа находок. Летающие аппараты, летательные аппараты и гуманоидные. Здесь тоже можно видеть, что он... Сергей, ты сколько раз в Мексику ездил? В Мексике я был два раза. Вот и один раз попал на раскопки. Но я был на ВХЛС, и, к сожалению, Теокальтича не попал еще пока. Но есть предварительная договоренность, что мы сможем туда поехать и посмотреть непосредственно место, может быть, приснимать. И предварительно договорились с доктором Фернандосом о возможном интервью. Вот ты когда ехал первый раз, ты ехал как скептик, или ты уже понимал, что в этом что-то есть? Ну, я сомневался, честно говоря. Не было такой уверенности абсолютной, потому что сомнения имели место быть. Но уже когда мы на месте были, то есть это посредственно касается ОХЛС, а он, в принципе, 50 км от Теокальтича, от данных артефактов, и захуялся, у меня имеется даже артефакт, если я сейчас вот с этим камнем иногда с собой ношу даже. Когда мы сами нашли несколько вещей с проводниками, то есть сомнения отпали у меня, безусловно, потому что некоторые пришлось очень сложно находить, а некоторые пришлось очень легко найти. Поэтому и достаточно странно, что на этом холме не проводится до сих пор раскопок официальных никаких. Очень много там предметов, и керамики, и камней, и так далее. То есть в Мексике сейчас находится огромное количество всяких археологических находок, которые не противоречат, скажем, официальной истории. Я вот видел ваши съемки, Женя Дальгрин показывал. Вам же там прям вживую удалось чего-то раскапывать. В том числе, по-моему, когда был еще Олег с вами, но он все время был. Вы чуть ли не кусок каменной книги раскопали. Нет, каменную книгу мы не нашли. Мы нашли несколько вот именно каменных небольших амулетов и несколько фигурок из керамики мы нашли. А в один из дней, когда мы не поехали, но был Олег. Олег, действительно, Олегу удалось достать каменную книгу, и Олег участвовал, по-моему, в трех или в четырех раскопках непосредственно на холме, в разных местах холма. Да, они находили каменные книги, да, я их видел, и сомнений у меня нет. И это зафиксировано на видео. Весь процесс от подъема на холм до нахождения места раскопок и до самих раскопок. Вплоть до того, что пришлось выкорчевывать древний кактус очень старый с корнями. То есть они потратили несколько часов времени, чтобы что-то найти. Причем самое интересное, все говорят о находках, но мало забывают. Я вот видел на видео, и Андрюша Жуков тоже это подтверждал. А вы же проходили на пути к этому холму через какие-то древние руины. Да, какие-то руины там есть. Вы даже можете писать на видео, мне кажется, даже где-то, Женя, в нашем ролике. Да, у нас был ролик перед поездкой, или после поездки, да, был ролик. Есть. И каменные сооружения очень древние, но что-то конкретно сказать не можем, потому что они очень плохо сохранились. То есть вполне вероятно, что действительно в те времена, понятно, что камни датировать крайне случайно, радиоуглерный анализ не сделаешь. Может быть действительно там, как Андрей Жуков говорит, была какая-то база цивилизаторов, которая в принципе и осуществляла этот палеоконтакт. Какие-то поселения были, да. Я думаю, что эта версия имеет место быть, да. Пока нет никаких доказательств того, что действительно это было, и нет никаких противоречий тому, что этого нет. Тут еще надо, кстати, вспомнить, все говорят об Эльторе, но ведь на самом деле история мексиканских артефактов палеоконтакта началась с другого места, которое там в 100 километрах расположено. С Сакамбара, да, действительно, да. Что интересно, что на самом гербе города Тиокальтичи, мексиканском, где на холме которого находятся эти находки, имеет пирамиду, а также кузнечика, что он как бы может намекать на присутствие инсектоидов. Сережа, почему вдруг разговор пошел об инсектоидах? Случайно с не случайным. Я просто недавно как раз снимал фильм, и мы нашли очень интересные документы, что, ну, мы когда турцы занимались, нашли очень интересные материалы, что вот эти подземные города строили как бы не совсем христиане, и не те люди, о которых говорят. И вот тоже возникла тема инсектоидов. Почему вдруг в связи с Мексикой всегда говорили серые какие-то странные пучеглазые существа, и вдруг ты начинаешь говорить инсектоиды. Почему? Не знаю. Не могу сказать, почему. Вот эта коллекция просто нас на данный момент поставила в тупик, и у меня нет ответа никакого. Почему именно там, именно в этом месте инсектоиды, возможно, там наблюдались контакты с инсектоидами? Вот ты мне показывал сейчас на телефоне другие фотографии. Я так понимаю, что это не единственные вот эти странные существа, и есть, скажем, целая линия, которую пока еще не показывали исследователям. Целая линия, да, да, есть в коллекции Фернандо, я надеюсь, что мы сможем и все отснять. Совершенно, получается, нескольких типов там наблюдаются, скажем так, гуманоиды. Это инсектоиды, рептилоиды и серые такие, как бы, традиционные. Твое мнение, видите, действительно проведено огромное количество анализов. Все ругают наши вот эти исследования. Но, тем не менее, огромное количество уже документов подтверждает, что да, артефакты имеют определенную древность, причем превышающие иногда тысячи лет. В чем проблема, Сережа, с официальным признанием? Твое мнение. Потому что этого не может быть, в принципе. Ну, это противоречит официальной истории, и доказательства, ну, можно честно сказать, что доказательств пока недостаточно, да, нет в 100% объективных доказательств. Есть артефакты, которые 100% не доказывают, да, что был в контакте. Поэтому я думаю, что нужно дальше работать в этом направлении и искать какие-то новые доказательства, если это удастся, конечно. Что нужно, чтобы сдвинуть официальную точку зрения в сторону, по крайней мере, хотя бы не то, что принятия, а возможности рассмотрения данных артефактов ученым миром? Сложно сказать. Я не готов ответить на этот вопрос. Не знаю. Пока, наверное, мы должны дорасти до этого, наверное, понимания. Какого качества находка могла бы сподвигнуть на это? Ну, не хватает, как в альтернативной истории, не хватает объектов, предметов, летающих тарелок, я не знаю. Каких-то более весомых свидетельств, хотя вот последняя находка перуанских мумий в Перу, да, доказательства которых, ну, официальная история, официальная наука тоже отрицает, но сам знаешь, что достаточно веские аргументы со стороны достаточно ученых людей и медиков, что это настоящее. Ну, насколько я понимаю, вот Андрей, как ученый, немножко объяснил, в чем проблема. Проблема, в первую очередь, насколько я понимаю, в том, что выемка этих артефактов не производится по именно классической методике научных и археологических исследований. Я думаю, что это повод придраться просто лишним, вот и все. Если анализы и исследования доказывают, что это действительно настоящая и вещь, и древняя, как она была найдена и где, мне кажется, это лишний повод придраться. Но это мое мнение, я не буду ни с кем спорить. Не, на самом деле, общаясь тоже с учеными, они крайне осторожно относятся к артефактам, которые непонятно как получены. Тебе на тебя начинают сразу смотреть, как на страшного черного археолога. Ну да, наверное, так и есть, да. Но если доказательство противоречит теории, то, как там говорится, нужно рассматривать факты, откидывать теории и заново пересматривать. Да, да, это Андрей Скляров так говорил. Да, да, поэтому я считаю, что это лучшее, наверное, высказывание, которое вот здесь в данном случае подойдет. А дальнейшие планы у команды? Какие? У Староцлана? Староцлана? Ну, я думаю, что мы по съезде, когда закончится вся история с пандемией, я надеюсь, что у нас будет иммунитет у всех. Будет проще попасть туда. Мы надеемся, что туда попасть и как туристы, как исследователи хотели бы продолжить исследование этих необычных вещей. Ну, ты знаешь, я немножко пошутил по поводу того, что, слава Богу, что артефакт сломался, оттуда вышел тот воздух, который там был и мог сохраниться с тех древностей. Вообще, вы как-то рассматриваете методику безопасности? Потому что у нас есть огромное количество примеров, связанных с нашим другом и коллегой Вадимом Чернобровым, который, в принципе, и это ни для кого не следует, потерял часть здоровья, работая именно с древними артефактами. Он, в принципе, и еще один известный человек, они просто заразились на вскрытии таких вот артефактов. Вообще, как-то рассматривается медико-биологический аспект безопасности? Ну, мы не работаем с какой-то органикой, все-таки это какие-то предметы неживые, то есть керамика или какие-то камни, я не думаю, что это какое-то серьезное, если у нас угроза для здоровья. Поэтому, если бы мы работали с какими-то там органическими и вскрывали какие-то, видимо, могильники, но мы этим не занимаемся. Просто каменные предметы, это, скажем так, даже произведение искусства, я бы сказал, больше, чем. Ну, вообще, кстати, ты очень правильно сказал по поводу невскрывания могильников, потому что на самом деле очень многие находки, они делаются буквально под ногами на поверхности, вот то, что я видел на ваших съемках. Да, некоторые вещи просто находятся под ногами буквально, да, вот Евгению удалось достать один из артефактов, просто шел он под ногой. А дело в том, что из-за дождей, видимо, вы подмыли холм и почва там просто была найдена буквально под ногой. Один из мелких приметов, амулетик буквально. Ну, это да, это известная тоже практика, когда даже вот старые курганы, вот тут под Москвой курганы, вятичи, они размываются естественным способом, и люди, которые этим занимаются поисками, они просто по весне выходят на берег и прямо на берегу собирают артефакты возрастом несколько тысяч лет. Да, так и есть, да. И я хотел сказать, что мы не несем никакую практическую деятельность, мы энтузиасты, которые просто вот, скажем так, употребляют, как бы сказать, что наше любопытство, да, вот, толкает нас на это, поэтому все это настолько индивидуально. Если кто это не принимает, это как таковое, то мы не наставим на это. Мы не навязываем ничем свою точку зрения, вот, поэтому и сведет того, что сейчас приняты законы в нашей стране, поэтому здесь все достаточно индивидуально, и мы несем никакой просветительской деятельности, скажем так. Очень часто люди, далекие от экспедиции, задают странный опрос, кто финансирует команду Староцлана, Министерство обороны или Ротшень? Нет, никто не финансирует, все это на наши собственные средства, вот, как бы, вот, то, что мы накопили, вот, у нас есть возможность, мы все купили себе билеты, поехали, вот, вот, и все, честно говоря, с кем мы общаемся, с мексиканской стороной, мы больше люди, влеченные одной целью, и просто, как бы, дружеские, хорошие, теплые отношения. В коллекции Теокальтича найдено непосредственно около этого города есть холм, который называется Сьера-Антигуа, это испанское название, никакое отношение к индейским названиям это не имеет. Этот холм на холме, в этом месте был Андрей Жуков, Олег Иллистратов из нашей команды, как они рассказывали, то есть этот холм весь в ямах, неглубокие ямы, по-моему, до метра глубиной, где вот находятся данные предметы. Мы считаем, что данные предметы были носили какой-то, ну, скажем так, возможно, даже и ритуальный характер индейцев племени, одно из племен Нава, это разделение, если так можно сказать. Александр, у вас есть еще вопросы? А каким образом были доставлены в Россию эти артефакты? По почте, по почте, данные артефакты мы переслали из Мексики в Соединенные Штаты, из Соединенных Штатов по почте, почта России получила. Ну, они никакой не несут, не имеют никакой исторической ценности, потому что они не признаны официальной археологией. Это керамические изделия, поэтому подлинность их не подтверждена, и они отрицаются. То есть никакой исторической ценности они для официальной науки, для официальной культуры в Мексике не несут. Поэтому, то есть, никаких проблем нет перевести данные предметы. Ну, Александр правильно вопрос задал, потому что это краеугольный камень противников данного направления исследований. Говорят, что, извините, но если такие артефакты свободно пересылают федеральной почтой, даже не специальной какой-то, не ДИП-почтой, то все это ерунда и подделки. Вот что-то можно ответить таким людям? Ну, пока эти предметы не признаны официальной историей, пускай их называют подделками. Для нас никакого нет сомнения, что в данной вещи, если они не являются именно настоящими и многотысячными предметами, то они являются, как бы сказать, имитацией тех предметов, которые видели те люди, которые там населяли эту территорию в древние времена. Ну, на самом деле, мне кажется, здесь даже самая ситуация, что с Жозефиной, вот это вот странное существо, которое нашли. Ведь изначально, когда все это было найдено, исследованием не доверяли, говорили, что даже вот вы там делаете какие-то анализы и прочее, все это ерунда. Тем не менее, мы имеем на прошлый год поразительный факт, что Жозефина помещена в Государственном музее. То есть, ей присвоен определенный номер, это говорит о том, что научное сообщество сделало исключение и, видимо, будет заниматься сейчас немножко на другом уровне изучением вот этих странных существ. Таким образом, мне кажется, ты совершенно прав, нужно пробивать волну вот этого неприятия, исключительно пытаясь проводить показы, свой счет анализа. Чем больше будет документов, подтверждающих возраст, скажем так, определенную систему создания этих артефактов, тем быстрее можно будет обратиться уже к ученым. Да, я абсолютно согласен. То есть, нужно найти какие-то такие аргументы, которые вот именно сподвинут официальную науку, чтобы заняться исследованием этих загадочных вещей, которые пока вот они не принимают. Ну, а сейчас, дорогие друзья, мы имеем опять уникальную находку. Вот, давайте покажем. Сереж, возьми в руки, чтобы примерно понятен размер был. Тут понятно, что есть, конечно, и шкала мерная, но в руках подержать. Ну, скажем, полки, они порядка 40 сантиметров, да. Как ты их называешь? Ну, это инсектоид. Я думаю, что, скажем, мы назовем его инсектоид. Потому что здесь еще у него рог есть, он отвалился, мы приклеим здесь. Рога-то ему пообломали. Да. Ну, опять же, Сереж, ты можешь напомнить и зрителям, и тем, кто будет все это смотреть, что на самом деле большую часть ответов можно получить на сайте Староцлана. Естественно, мы ссылочки укажем. И вот в этой замечательной книге. Да, обязательно по поводу вот этих двух экземпляров. У нас готовится исследование, как я уже говорил, да. Мы выложим результаты исследования немецкой лаборатории. А также, я думаю, что Олег Рестратов сделает некую статью, потому что он тоже, вот, собственно, он мне их переслал, он тоже отснял все это. Мы сделаем 3D фотографии. И уже будет какая-то более статья, какая-то более обширная, где можно будет ознакомиться, да, на нашем сайте, скорее всего. Ну, а сейчас у вас есть возможность задать вопросы. В комментариях. Да, в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал про эту историю. И на канал Александра Сплошнова, который, между прочим, именно тот специалист команды Староцлан, который делает вот эти замечательные 3D-копии, назовем их, очень подробные, которые позволяют всем желающим, кто не имеет возможность поддержать такие артефакты в руках, по крайней мере, изучить их виртуально и получить какое-то дополнительное мнение. Александр, ты говоришь, что вы успели посмотреть вот эти артефакты под микроскопом, а что, интересно, вам удалось увидеть и открыть? Да, сегодня удалось сделать очень интересное открытие. Мы посмотрели две фигурки из Акамбура, которые были найдены, фигурки маленьких динозавров и новые вот эти вот артефакты из Мексики привезенные. И оказалось, что они сделаны из идентичного материала полностью, прям весь состав соответствует. И на фотографиях можно потом будет сравнить и посмотреть. Все вкрапления, все-все-все одинаковые абсолютно, несмотря на то, что они сделаны в разных местах и, возможно, даже в разное время. Виктор Борисович, вы сегодня исследовали вот эти вот новые артефакты, которые привезли, и сравнивали их с другими. Я так понял, что обратили внимание, что эти и другие артефакты, они сделаны из примерно одинакового материала. Из неодинакового? Одинакового. Да, вот этот меня момент удивил, и, честно говоря, я его еще не осмыслил. То есть здесь могут быть разные варианты, их надо хорошенько обдумать, посмотреть геологические карты. Это займет некоторое время, поскольку карты нужно вытащить из компьютера, надо перевести к ним легенды и комментарии. Надо посмотреть, где что находится, в каких отложениях, потому что очень удивительно, на расстоянии почти 200 километров не много мест таких, где состав отложений, из которых образуется глина, будет абсолютно одинаковым. И условия вообще образования и отложения глины будут одинаковыми. Но, еще раз повторюсь, мне надо открыть карты и посмотреть, потому что, может быть, в этом месте все совпадает. Они находятся, так сказать, на одном платосе, в одном окружении одних и тех же пород, это не исключено. Это я выясню в течение ближайших дня-двух. До конца вытянуть нет, не получается. Здесь след от клея склеен на каком-то обычном клею с наполнением, с цементным наполнением. Здесь это явный след современной работы. Сверху, да, вот он, цемент сковыривается легко. И немножко закрашена красочкой. А вот дальше идет корка, корка закалки термической. То есть, изделие явно подвергалось поверхностному обжигу при достаточно высокой температуре. Потому что спек качественный, твердый, не царапается. Но очень тонкий, миллиметр и меньше. И вот если брать анализ на абсолютный возраст, на икоспектрометрию, то анализ надо брать именно из этой корочки черной. Потому что не спекшаяся глина внутри изделия, она возраст покажет глины, а не изделия. Стовали вручную, проскребали, местами даже проткнули насквозь. Есть поры, уходящие вглубь, очень глубоко вглубь изделия. Это так сказать, дрожащей рукой. Ну что, давайте посмотрим другой фрагмент. Клеен был, вот здесь вот можно видеть. Да, 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 здесь вот хорошо видно, сейчас мы его отпустим. Глина не керамическая, состав обычный речной. Более 50% песчаного материала, перемешанного. В основном кварц, ну видно плагиокласс, какие-то темноцветные минералы. Сослюдисто хлорид, мускоритовое наполнение. Вот, собственно, он испекался. Да, вот здесь зона закалки хорошо видна, миллиметр, местами до полутора, местами меньше миллиметра. Ну, собственно, этот кусочек и надо брать на возраст. Здесь как раз на выклинии он наиболее хорошо пропечен. Вот здесь вот, вот здесь вот. Да, вот этот фрагмент, из него бы как раз на абсолютный возраст и надо набирать материал. Наиболее удачный был бы. Ну и конечно не забывайте подписываться на наш канал, ставить колокольчик для того, чтобы получать уведомления о выходе новых сюжетов и не пропустить самые интересные новости из мира, древней и более современной истории. С вами был Николай Субботин и канал Протоистория. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok